приветствуем вас в здравии и в хорошем расположении духа вы на канале раиса горяченко дача сад огород цветы здесь всегда весна здесь всегда красиво здесь всегда цветут цветы и прекрасное хорошее настроение у авторов канала раиса горяченко и александра волика сегодня у нас особый день день полной луны полнолуние полнолуние это момент противостояния между солнцем и луной период сильнейшего стресса это переход от накопления сил что собиралась у нас на растущей луне и вот пришло время к реализации этих сил от расширения к сжатию организма вот такие интереснейшие процессы сегодня будут происходить практически они происходят во все дни сожженного пути полнолуния но сегодня особый день эмоции просто зашкаливают тем более что луна находится в знаке лев а сам солнце в знаке водолей этими энергиями сознательно пользуются те кто собирают урожай на человеческом страхе это так называемая страна сторона тьмы и у них это кстати получается только с некоторыми людьми которые продолжают жить во тьме в таком состоянии психоза сейчас в накале страстей а за последние двое суток я получила несколько сообщений в которых эмоции просто зашкаливают через верх но я немножечко изменила убрав некоторые слова не литературные и вот такого содержания эти сообщения мир на грани войны а вы про цветочки рассказываете какие цветочки какая красота или вот еще одно выдержка из одного сообщения везде звенит оружие а вы рассказываете что нужно высаживать картошку в какие-то дни какая картошка ну вот это я очень культурно перевела те сообщения которые я получила и всего-то всего-то парочка таких сообщений какая радость года два назад их было бы не один десяток а и несколько сотен и это в нашей практике уже было как же приятно что наши подписчики зрители понимают что нагнетание различных страхов это задача тьмы чтобы управлять ими и именно теми кто находится в страхе и кто дрожит и боится даже свои тени вот это те кто настроен на тьму мы же с вами дорогие творцы знаем что сейчас каждый человек творит созидает свою планету земля в новой солнечной системе где растут райские сады с фантастически красивыми цветами с волшебными деревьями и кустарниками на которых сразу же цветут и цветы и зреют плоды и ягоды и есть созревшие плоды и ягоды и так вот круглый год здесь красиво тепло комфортно здесь солнечный свет дарит жизнь а жизнь новой вашей планеты в первую очередь даете вы сами каждый человек какая ваша планета это сокровенное место волшебное место для исполнения вашей мечты или это что-то другое сейчас вот такая задача новой игры игры первотворца в содружестве с человеком первотворец живет в каждом сердце каждого человека и затаив дыхание наблюдает за нашими мыслями действиями и не мешает кстати никому выбор души человека уважается даже если этот человек свою планету помещает в мир войны и хаоса и уже есть кстати уничтоженные планеты земля которые тянут за собой уничтожение и других планет мне удалось увидеть это страшное зрелище в последние двое суток через завесу которая окружает и защищает мою вселенную мою солнечную систему и мою красавицу матушку землю как же хорошо что у каждого человека есть своя площадка для творения своей планеты и она защищена светом от тьмы у меня такое ощущение что каждый человек который сейчас живет на земле сдает самый самый ответственный и сложный и причем это выпускной экзамен за все классы учебы в школе в школе жизни на земле а время экзамена выбрано именно в дни сожженного пути полнолуния 16 февраля 2022 года когда наши мысли наши мысли формы становятся очень сильными и энергетически наполненными понимаю что те кто выбрал путь войны с собой и со всем миром навряд ли услышать сегодня меня но у тьмы идет борьба за каждого за последнего кто сомневается и эта борьба изощренная подступная и втягивают даже в эту игру казалось бы некоторых светлячков человека кто еще думает туда-сюда вот как на весах пожалуйста прошу вас держите свет любви божественной любви в своем сердце если еще есть сложности с восприятием информации несущей страхи вот эти все 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 накалы страстей перестаньте слушать любые новости и страшилки общайтесь с позитивными людьми с растениями прислонитесь к любому дереву в вашем саду понравившимся дереву в парке возьмите в руки свое любимое комнатное растение и скажите уверенно и ответственно вот это очень важные слова которые нужно произносить не только сегодня у полнолуния но как можно чаще вот эти слова в моей реальности все хорошо это мои слова и я делюсь ими с вами на моей планете земля мир гармония чистая вода живая плодородная земля радостные и счастливые дети и взрослые все моей реальности мирно благополучно гармонично красиво здесь всегда есть все что мне нужно для благополучной жизни достаток во всем в нужное время в нужном месте я созидаю творю красивый волшебный уютный мир да будет так ваши клеточки при таком указе утверждение мгновенно настраивается на созидательные космические импульсы и идет творение вашей планеты ваши юные и наши юные души а это цветы и деревья комнатные растения и рассада помогут вам усилить и украсить вашу красавицу землю потому что наше сознание наш квантовый переход не будет единичным только один человек будут и земля и вода и растения все абсолютно будет перемещаться именно с тем уровнем сознания в котором вы находитесь и которые вы себе определяете для доказательства того что сегодня 16 февраля 2022 года особый день для нашего экзамена вот я сейчас подготовила для вас расшифровку задачи этого дня я когда сама сделал эту расшифровку записала все свела я была просто восхищение насколько астрология это интереснейшая наука и все эти рассказы про то что там в такой-то день для львов будет что-то такое и для всех подряд все это даже смешно выглядит насколько интересна эта наука которая дает такие важные подсказки вот смотрите сегодня 16 февраля 2022 года по лунному календарю сегодня луна находится в двадцать восьмом градусе 6 минут льва а солнце в это время в двадцать восьмом градусе 6 минут знака водолей поэтому надо рассмотреть и 28 и 29 градус водолея в котором будет находиться луна и солнце потому что у нас уже за 28 градусом наступает вот это отличное такое важное событие и вот давайте посмотрим наша задача 28 градуса водолея смотрим сначала 28 градус учиться отстаивать себя и свою неприкосновенность стойкость человека проявляется лишь в ситуациях угрозы и не блокирует его позитивное влияние а вот расшифровка 29 градуса водолея человек находится в токсичной среде и он выдерживает вот этот карантин сохраняя в неприкосновенности некую ценность ну точно картина сегодняшнего дня учимся отстаивать себя и свою неприкосновенность и стойкость проявляется лишь в ситуации угрозы вот сейчас такая ситуация везде и всюду неважно что это или климат или война или еще что то но наши позитивные влияния наши позитивные установки не блокируется этими угрозами это у нас 28 градус водолея и человек 29 градус водолея человек находится в токсичной среде то есть среде которую мы сегодня все в хаосе там находят выдерживает этот карантин сохраняя в неприкосновенности свою ценность ценность творения в момент полнолуния луна будет находиться в 28 градусе 6 минут и льва это очень важный тоже момент вот так можно расшифровать задачу этого градуса луны во льве человек начинает сочетать ранее несочетаемые элементы и составлять из них неожиданные комбинации он пришел гораздо более широкому принятию так как прежнее различие стерлись в результате происходит некоторое обогащение наращивание ресурса причем неважно материального или духовного характера это расшифровка 28 градуса льва если все эти расшифровки свести к одному знаменателю то полнолуние это уникальная возможность сдать экзамен первотворцу в состоянии вдохновения и творческих озарений причем в хаосе что там вокруг не имеет значения в этом состоянии сам человек сам себе создает это состояние и творит и вот эти творческие озарения как раз приходят в этот день так что будем брать ото льва от льва возьмем давайте посмотрим лев является самым отважным знаком зодиака он готов рискнуть и сражаться даже тогда когда никто другой уже не смелится поэтому помните что страх существует только в голове в голове того человека который страшится поэтому не бойтесь принимать смелых решений которые придут вам крепкое здоровье силы творческое вдохновение и самое главное научит доверять себе вот что сегодня луна во льве дает нам возможность перестать бояться отправить страхи куда-нибудь подальше и вообще их лучше превратить в цветы и посадить их на клумбу а теперь что возьмем от водолея в котором будет находиться солнце способность противостоять старым тенденциям привычкам и бунтовать против против существующего положения вещей водолей любит создавать свои новые правила и сознательно нарушать традиции обычаи ставя личную свободу превыше всего остального но просто когда читаешь эти расшифровки настолько становится яркой эта картина в которой мы сегодня находимся для меня теперь понятны задачи 16 февраля 2022 года и главный экзамен полнолуния вот я его сейчас произнесу для меня так как мои мысли формы сегодня очень сильны это полнолуние и энергетически наполнены я в мире в гармонии с собой со своей прекрасной планеты земля становлюсь качественным шикарным приемником внеземных гениальных идей на благо человечества на благо планеты земля да принимайте тоже возьмите лист бумаги принимайте еще несколько дней до 22 февраля принимайте вот эти идеи если вы будете находить находиться в этом состоянии света и так я выбираю свет божественную любовь сердце глубокие внутренние знания для новой планеты для новой реальности для нового осознания меня и творца а что выбираете вы а тем временем мы будем сеять семена по нашим агрогороскопом и будем высаживать картофель снова же по нашим благоприятным дням которые мы рассчитали и вывели и благодаря нашему опыту уже знаем что получится в результате мы будем выращивать рассаду пикировать пересаживать перевалку и делать будем выращивать красивые цветы и любоваться этими весенними цветами которые сейчас просто напросто влекут к себе и дарят столько позитивной солнечной энергии просто нужно открыться и собирать эту энергию и наращивать ее в своем сердце а также мы будем выращивать добротные урожаи овощей плодов и ягод нам все это надо для здоровой мирной благополучной жизни вот об этих мыслях делится сегодня с вами авторы канала раиса горяченко и александр волик вот на такой волне мы находимся сегодня и всегда потому что область света дарит очень много свет дает и жизнь и здоровье и долголетие и меняет жизнь в корне а что выберете вы снова же если хотите напишите какие ваши мысли по поводу вот этого прекрасного полнолуния 16 февраля 2022 года напишите а написав вы утвердите это в пространстве это очень хорошо а если у нас будет много таких представляете у нас еще и будет одна общая планета на которой будет мир гармония красота спокойствие и творчество прекрасное творчество в разных областях жизни прощаемся с вами всего-навсего до завтрашнего видео кстати не забудьте поделиться этим видео своими родными и близкими кому желаете благополучия возможно им тоже эта информация пригодится и они примут сторону любви гармонии мира и уйдут от этих всех страхов различных психозов страстей войдут в мир в гармонию в свет и будут находиться в свете божественной любви каждый миг своей жизни всего вам самого доброго пока пока